В этом приюте для животных около 200 кошек и собак встречаются, кроме дворняжек, и эксклюзивные породы. Например, хаски, маламуты и сфинксы. И всем им нужна человеческая помощь. Волонтер ресурсного центра Валерий Приходченко, активный участник всероссийской акции «Мы вместе», недавно на улице подобрал бездомного щенка. Назвал Михой, медвежонком. Когда рассказал об этом коллегам, оказалось, что и у них дома живут когда-то брошенные животные. Многие забрали их из приюта. Так и возникла мысль помочь питомнику, которому в условиях действия особых ограничительных мер стало сложно обеспечивать едой питомцев. Я приглашил ребят, так как завел себе щенка, чтобы узнать, как живут бездомные собаки. Не у всех же есть дом. И собрались средства, собрались, купили корм и выехали в приют, чтобы узнать, покормить, возможно, погулять даже с собаками. Приют для бездомных животных 31 мая отмечает юбилей. Пять лет со дня открытия. Сейчас здесь несколько сотен кошек и собак. И каждый день появляются новые. Приют реконструируют, но средств на все не хватает. Раньше к корм привозили посетители. Сейчас двери для них закрыты. У нас снизился поток гостей и, соответственно, поток гостинцев. И поступления тоже, к сожалению, падают, так как люди сейчас финансово нестабильны находятся. Да, на нас это очень сказалось. Нам тяжело. Самарские волонтеры уже третий раз приезжают в гости в приют для бездомных животных во время пандемии. Пускай ваши сердца после этого сюжета немножечко растают, откликайтесь, помогайте нашим четвероногим друзьям. И тогда наша страна станет немножечко получше и мы будем добрее друг к другу чуточку. Запасов еды и медикаментов в питомнике осталось на одну неделю. Все, кто готов помочь животным и присоединиться к акции «Мы вместе» могут позвонить в ресурсный центр или приехать в питомник лично. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!